Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Дневной разворот начинается. Светлана Удзельная на этот раз и Игорь Рысев с вами будут в течение ближайших двух часов, чуть поменьше. Здравствуйте. 11.06 у нас на часах. Приветствуем вас. У вас такая у нас красивая музыка сегодня. Что это такое? Начинаем мы с композиции «Red in the Kitchen», как я это всё время люблю произносить по-английски. Родился сегодня Робин Кэмпбелл, это гитарист и вокалист из группы Ubi 40. Все любят у них песню «Red, Red, Wine», «Красное-красное вино», «Red, Red, Wine». А я люблю «Red in the Kitchen». Знаешь, вот я нашёл как-то в детстве пластинку у моих родителей. Там был нарисован такой человечек, как из советских мультфильмов, очень схематичный, который подпрыгивает на кухне и зависает в воздухе, и на него смотрит большая-большая крыса, в половину раковины, наверное, на этой кухне. Так вот, там единственную песню я нашёл, которая мне действительно нравилась. Из всех пластинок, которые, в принципе, были дома, там был и Высоцкий, и кто-то ещё. Но вот как-то тогда я не понимал эти песни. Вот единственную эту песню я нашёл, но пластинка была поцарапана именно в середине этой песни, поэтому и глаз соскакивал, и мне приходилось слушать только по половине песни. Вот примерно как сейчас. Мы послушали только чуть-чуть. Вчера, благо, я всё-таки нашёл её в интернете. Наверное, нельзя так делать, но я больше не буду. Ну, собственно, вот такая история, по крайней мере, моя относительно этой песни. Спасибо этой замечательной группе. Кто сегодня ещё родился? Родился сегодня, помимо всего прочего, Конрад Хилтон. Это американский бизнесмен, основатель одной из крупнейших в мире сети отелей, который теперь есть и в городе Кирове. Вот так. Вот, ну, собственно, и в 2008 году, 6 лет назад, прекратила своё существование группа «Ленинград». Как бы кто к ней ни относился, но существовала она долгое время, радовала и огорчала своих соотечественников, и не только. С фронтменом этого коллектива я общалась. Такой, ну, на самом деле, когда его не знаешь, опасаешься очень. Когда мы с ним пообщались, я пришла к выводу, ну, что это, ну, это очень умный, интеллигентный человек. Добрый, наверное, ещё. Ну, не знаю насчёт доброты, но он, в общем, располагает очень к себе. Ну, и, собственно, ушёл сегодня из жизни в 2006 году Джеймс Браун. Думаю, не стоит его особо представлять. Легендарный автор и певец, отец музыки «Соул». Когда-нибудь, я думаю, мы его песню послушаем в начале нашего с тобой эфира. Да, вот такая небольшая рубрика от Игоря Рысева о дне сегодняшнем «Кто родился? Какие события?» Ну, вот, особенно, что касается музыки, конечно, очень интересно. Но сейчас переходим мы к тем темам, которые мы сегодня будем обсуждать. Конечно же, у нас сегодня будет историческая викторина «История создания» в 12.30. Роман Веселков задачку загадал, но сам уехал в командировку, поэтому к нам придёт Владимир Сметанин. Точно так же у вас есть возможность к нам дозвониться, выиграть приз, так что имейте в виду, что это будет 12.30. Также мы сегодня поговорим, трудовым коллективом в Кирове расскажут о СПИДе. В Кирове состоится форум сообщества. С нами на связи будет Дмитрий Шиляев, руководитель Центра современного искусства, галерея прогресса. Но это всё в дальнейшем, а сейчас мы будем говорить про собак. В общем, как всегда, мы с тобой не подготовились, не в плане к теме, а не сделали опять отбивку к нашей любимой рубрике «Инициатива Госдумы». На этот раз Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в наш любимый орган законопроект, предусматривающий обложение отдельным налогом владельцев собак. Слушайте, вот сейчас просто осознайте это, осознайте. Я сейчас просто почитаю, вы попробуйте вникнуть, мы с вами вместе будем разбираться в течение этого часа. Проект Закона об ответственном обращении с домашними животными предполагает внести в налоговый кодекс главу налог с владельцев животных. Объектом налога обложения становится «собака домашняя», в кавычках. Такая инициатива рассматривает, если примут, соответственно, если у вас собака, нужно будет платить налог 1000 рублей. Нюансы, да. Вносить в казну придется 1000 рублей ежегодно за каждое животное. При этом за содержание кастрированных животных будете платить 100 рублей в год. То есть, ну вот такая экономия за счет, как говорится, вот таких вот нюансов. Я не совсем понимаю, чем это аргументировано и чем руководствуются депутаты. Сейчас мы с вами тоже разберемся. Петербургские законодатели предлагают освободить от этого налога животных, состоящих на службе в полиции или армии. Ну, то есть, это вот вводная информация, которую необходимо знать вам для того, чтобы вы начали с нами по этому поводу общаться. 708-502, это номер нашего прямого эфира. Вы можете позвонить нам и рассказать, есть ли у вас собака и готовы ли вы платить за нее 1000 рублей. Мы сейчас тоже попытаемся объяснить, почему такое предложение, собственно, вообще появилось. И может быть, вы сталкиваетесь с тем, что вам и так приходится на нее столько тратить, что 1000 рублей это будет... Да и в жизни, в нашей сегодняшней, приходится настолько тратить. Или у вас нет собаки, и вы уверены, что владельцы собак должны платить... Знаете, в Санкт-Петербурге, оказывается, уже действует местный закон, облагающий штрафом вой собак и топот котов. Вот такой вот, извините, не побоюсь, бред. 8-909-720-101-0, это номер для ваших смс-сообщений. Вначале обязательно подписывайтесь. Ну и 708-502 на шнуре телефона, чтобы слышать ваши голоса. У нас слушатели уже есть. Да, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Аня. Анна, да. Вот, я хотела бы сказать по поводу этого закона, который хотят применить, да. Лично я, я бы платила за собаку 1000 рублей, даже бы больше платила. Вот, но я хочу сказать, что все это очень плохо скажется на бездомных животных, потому что их пристраивают, пристраивают, ищут им дом. То есть вы имеете в виду, что люди не станут брать животных из приютов? Да, конечно, перестанут брать. И будут брать исключительно породистых животных, мне кажется, за которых люди смогут платить 1000, там, 2-3 за налог. Ну, то есть если ты покупаешь собаку за 15 тысяч, то тебе уже, наверное, не проблема заплатить за нее 1000 рублей. Ну, конечно, конечно. А представляете, люди, которые держат во дворах этих животных, ну, которые подбирают просто с улицы, им 1000, наверное, очень будет сложно заплатить. Анна, вам кажется вообще, чем руководствуются депутаты, задумываясь о законе таком? Мне кажется, просто нездравым смыслом. Они пытаются что-то где-то урезать, может быть, они пытаются на вот этом уровне решить вопрос бездомных животных. Почему-то я думаю так. Ну, это тоже такой вот вопрос. С вашей точки зрения, а что делать, чтобы вот как раз бездомных было как можно меньше? Мне кажется, нужно как раз-таки закон направлять на то, чтобы этот вопрос как-то решался, потому что этот вопрос не решается вообще никогда. То есть посредством волонтеров. Волонтеры собирают деньги, пристраивают животных, и это все вот такая вот карусель, которая просто на таких началах, на добровольных. Мне кажется, что нужно выйти на уровень какой-то официальный, чтобы вопрос этот решить. Ну, приюты для бездомных животных, возможно, можно построить, но это нужно очень много строить. Анна, спасибо вам большое за звонок. 708-502 тоже можете к нам звонить. Есть у вас домашние животные или же нет. Согласна выплатить налог 1000 рублей каждый месяц, выкладывать просто за то, что у вас есть дома собака. Вот смотрите, официальная позиция. Законопроект подготовлен в целях упорядочения отношений общественных, возникающих в области обращения с домашними животными. Как говорят авторы законопроекта, это весьма актуально в России, ведь по количеству домашних животных наша страна занимает первое место в Европе и пятое место в мире. Ну, ты заговорил про Европу. Не любишь ты, когда я говорю про ту же Чехию, но тут я не могу промолчать, потому что удивлению моему не было предела, когда я не видела бродячих бездомных животных в Чехии. Там нет бродячих собак. Ну, естественно, меня этот вопрос заинтересовал, и я спрашивала у местных жителей, а как так? Вообще отношение к собакам совершенно другое. То есть у них принято, в семье обязательно должна быть собака. Ну, вот так вот. Должна обязательно. Им и каждая собака, она на учёте. То есть, ну, выживляется чип, или как это называется. Если собака потеряла, соответственно, её находит и уже смотрит, понимая, чьё это животное. И в своё время собак отлавливали и, соответственно, помещали в приют. Сейчас уже нет бродячих животных, потому что в своё время отловили, и они уже перестали размножаться, потому что просто нет на улице. Появляется, но это единичный случай. Ну, в общем-то, как-то так решили проблему. Я бы хотел, чтобы мы сейчас представили Наталью Махнёву. Наталью Махнёву, да, председателя правления общественной организации защиты животных. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте. Наталья, с вашей точки зрения, вот такая вот инициатива депутатов ввести налог на то, что есть собаки. Ну, в принципе, конечно, система эта должна быть отработана целиком и полностью. Не только наказание системы, но и контроля всё-таки. Начнём с того, каким образом будет контролироваться именно взымание этих налогов. Потому что сначала нужно регистрировать животных. Ну, вот тут и говорят о том, что, знаете, когда люди перестанут просто их регистрировать, чтобы не платить, собственно. Они и сейчас не регистрируют. Но я имею в виду, что если будет норма обязывающая регистрировать. Хорошо. Кто будет контролировать на местах, зарегистрирована у меня собака или нет? Вы знаете, тоже не знаю. Я вам объясню. Раньше, ну, ещё в советские времена, когда я была ребёнком, участковые полицейские, ну, в то время ещё милиционеры, они знали от и до всех животных, которые живут в квартирах у граждан или в частных домах. И они могли эти списки подавать, предположим, на регистрацию этих животных. Ну, то есть всё-таки была какая-то регистрация сама по себе? Конечно, конечно, безусловно. Я пытаюсь разобраться, Наталья, может быть, вот вы подскажете вообще, в принципе, чем руководствуется? Зачем? Для того, чтобы был контроль? Или чтобы люди чувствовали ответственность, что они заплатили ту тысячу рублей? Или из-за того, что у тебя собака, и она доставляет неудобства, не знаю, соседям? Не поняла вопрос, зачем что? Зачем регистрировать? Зачем налог? Налог, да. Зачем налог? Ну, вы сейчас говорили про Европу, там, значит, очень чётко всё это прописано. Налог за нестерилизованное животное в 10 раз больше, ну, виртуально, как бы говорю, чем за стерилизованное животное. Людям выгодно стерилизовать. И не размножать животных. То есть, получается, это уже работает с вашей точки зрения? То есть, должно же быть... Для чего? Потому что много бродящих животных. Соответственно, пытаются решить эту проблему. Это решение? Если будет всё грамотно организовано, безусловно, решение. Потому что, вот я сегодня тоже открыла интернет, смотрю, продаю британских котят по 2000 рублей. Это потенциальное животное на улицу, на выброс. То есть, берут на игрушечки к Новому году, после Нового года их вышвырнут всех на помойки. Понимаете, о чём я говорю? Ну, я, честно говоря, не уверен, что так чаще всего происходит, тем более с породистыми животными. Ну, а часть... Я вас уверяю, так и происходит у меня клуб собаководства. Я знаю прекрасную систему всё это. Без документов животных продают в пять раз дешевле, чем с документами. И, конечно же, эти животные попадают совершенно не в те руки, которые ответственные, зарегистрируют, стерилизуют и всё остальное. Хозяева просто не готовы, да, к тому, чтобы их содержать должным образом? Всё дело в доступности животных. Вот я бы как сформулировала. В доступности животных. То есть, вот в чём дело. То есть, нужен не налог какой-то, а чтобы просто был какой-то сформированный рынок? Налог обязательно нужен. То есть, владелец питомника, в котором, предположим, зарегистрировано 10 животных, он должен платить за всех этих животных налоги. Соответственно, это будет формироваться цена на его щенков или котят, его производство. То есть, он уже дёшево продавать их не будет. И, естественно, нужно прекратить выброс всех этих животных, дешёвых или бесплатных, на наши, не улицы, а в квартиры, в дома, там, обывательные. Чтобы человек не мог так просто сходить и взять животное за тысячу, за две рублей. Животное должно стоить дорого. Наталья, сегодня у нас звонила слушательница. Она как раз говорит о том, что если будет этот налог, то перестанут брать бродячих животных, брать к себе домой из приютов, потому что будет налог, потому что нужно будет платить. Я вам открою тайну. Бродячих животных и так никто не берёт. А если берут, то в надежде на то, что из бродяжки вырастет либо кавказская овчарка, либо чихуахуа, потом эта собака не вырастает в то, что ожидается. И это животное просто-напросто сейчас усыплять. Ну, как быть, нельзя животных здоровых. А если усыпляют, то очень дорого, с утилизацией совсем. И понятно, что эту собаку выкидывают на улицу. Сразу говорю честно. Я ситуацию очень хорошо знаю. Потом собака отлавливает, помещает её в приюты, где нет денег на содержание, и, грубо говоря, собака умирает в собственной связи. Ну, конечно. Это, в принципе, нормально. Это наша российская действительность. Мы должны всё-таки действовать по западному образцу, по образцу цивилизованных стран. Не надо придумывать ничего, не надо изобретать элитипед. Всё это уже давным-давно придумано. Наталья, спасибо вам большое за ваш комментарий. Наталья Махнёва, председатель правления общественной организации защиты животных за королевство. Это было с нами на свете. 708-502. Наш номер телефона уже для связи с вами. Ну, и, кстати, не забывайте о том, что и на сайте, и на странице ВКонтакте есть опрос. Владельцев собак нужно обязать платить налог, убирать за своими питомцами на улице, регистрировать животные в ветслужбе, платить большой штраф за избавление от питомца, оснащать животные электронным чипом. Пока из всех, что, кстати, удивительно, лидирует убирать за своими питомцами на улице. Конечно, я бы тоже за это с удовольствием проголосовал, но только делайте ли вы это, владельцы собак. Я тут опять вспоминаю Чехию, и там это работает. Так там работает опять. Почему? Почему? Потому что есть условия и культура сформированы. Это же нельзя сделать. Как помнишь, мы с тобой много раз об этом говорили. Нельзя за неделю вдруг взять, переменить сознание людей, чтобы помимо того, что поставить урны, ну да, соответствующее. А почему бы не поставить урны? Я порой просто иду по городу и даже не могу выкинуть, ну, банально там какой-то мусор, который мне скапливается в кармане. Если больше скажу, чехи, пакетики есть в этих урнах. Пакетики. Ну, так вот, я тебе ведь о том и говорю. А тут ведь дело не в том, что просто урны поставить. Давай поставим. С удовольствием. А может быть, это сработает? Так, сработает, конечно. Только время на это понадобится. И нужно это популяризировать, людям привить. Это должна быть привычка. Это должно быть, знаешь... Ну, конечно, проще сразу сделать налог. Ну, для Госдумы, конечно, проще сделать налог. Что касается нашего опроса, сейчас я посмотрела на сайте. Владельцев собак нужно обязать. И вот по нашей теме платить налог проголосовало уже 50%. И столько же за ответ убирать за своими питомцами на улице. У нас на линии Марина Сазонтова, вице-спикер законодательного собрания Кировской области. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Марина Сергеевна, что вы думаете по этому поводу налог с владельцев животных? Да, знаете, у нас принят закон по бездомным животным. И закон, к сожалению, провальный. Потому что прописана одна сторона. Нужно их отлавливать, этих бездомных, вакцинировать. А потом через две недели выпускать естественную среду обитания. То есть мы сегодня человеку без разницы укусила его вакцинированная собака или нет. Я об этом говорила с самого начала. И вот когда у нас закон между двумя, так сказать, разными ведомствами находится, как правило, очень часто таких немало, они провальные. Поэтому когда за отлов, так сказать, штраф и так далее. Моя позиция, налог, который хотят до тысячи рублей владельцы собаки брать, это вообще, наверное, люди, которые очень далеко оторвались от земли. Поэтому штраф нужен. И я имею в виду даже не столько штраф, а вот отработка на благоустройстве. Хозяев тех собак, которые нарушают правила содержания, пусть они благоустраивают территорию, наказывают. Но собак нужно обязательно чипировать или клеймить, чтобы хозяева тоже несли ответственность. Вот такая моя позиция. К сожалению, больше не могу, потому что у нас сейчас идет процедура награждения лучших журналистов, которые участвовали в конкурсе «Парламентаризм на вятке». Поэтому позиция моя очень росткая. Спасибо, что уделили минутку. Да, мы услышали. Спасибо большое. Марина Сазонтова, вице-спикер законодательного собрания Кировской области. Слушатели 708-502. Говорим мы сегодня о том, что может появиться налог с владельцев животных. Тысяча рублей. Госдума задумалась об этом сейчас. Ваши соображения? 708-502. Номер для СМС-сообщения. 8-909-720-101-0. Вначале обязательно подписывайтесь. Ну вот просто к какому выводу мы в итоге приходим? Регистрация сама по себе? Да, необходимо. Регистрация? Я согласна. Необходимо чипировать, наверное, животных. Чтобы понимали, чей хозяин, что за животное вообще само по себе. Но вот что касается налога, тут уже, как всегда, мнение расходится. Слушатель? Слушатель, да. Давай выведем его. Алло, здравствуйте. О, добрый день. Меня зовут Владимир. Владимир. Есть ли у вас собака, например? Собака есть, как раз дворняга, взятая принципиально как дворняга. Вот скажите, пожалуйста, вы бы ее взяли, если бы налог этот уже был? Не знаю, наверное, да. Потому что мы хотели собаку именно такую, взяли с приюта, три года живет. И вот я бы не согласился, человек говорил, что обязательно такая собака на улицу. Много таких водительцев, которые любят таких собак. Но есть второй момент по поводу налога в современной экономической ситуации. Сейчас власть будет придумывать любые налоги, чтобы бюджет как-то пополнить. Ну, все, спасибо. Вам спасибо. 7852, ваше мнение, звоните, прямой эфир у нас. У нас, кстати, осталось совсем немного времени. Если вы еще хотите высказаться по этой теме, то милости просим. 7852, не забывайте, что у нас есть смс-сообщение 8909-720-101. Да, есть у нас еще и опрос на сайте и на страничке ВКонтакте. Спрашиваем у вас, владельцев собак, нужно обязать. Ну, что сейчас? Вот появился еще один ответ на сайте, лидирующий, регистрировать животное в ветслужбе. Ну, и также на первом месте платить налог. То, о чем мы сегодня говорим и убираем за своими питомцами. Но мне кажется, это настолько разумно и логично. Не понимаю, почему это не логично. Ну, смотри. Президент Центра защиты прав животных ВИТа Ирина Новожилова говорит. Если покупаете питомца и не стерилизуете, ну, то есть если он не стерилизован, то платите налоги, потому что становитесь потенциальным заводчиком. То есть ты потенциально со своего животного можешь получить вот эту самую прибыль как таковую. Потому что животное может, ну, ну, что там сделать? Скажу по-человечески, забеременеть и родить, правильно? При том, что там будет сразу в помете очень много животных, а если оно еще и дородистое какое-то, потомственное. У нас с тобой спикер на линии. Елена Трабезникова, директор Кировского областного клуба служебного собаководства. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот такая тема у нас сегодня, налог. Это, конечно, ужасная ситуация о том, что вы говорите. Для того, чтобы наши собачки использовались в разведении породистые, им нужно пройти ряд процедур. Трессировку, тест на проверку характера, тест на выставку, подобрать ей хорошую племенной пару и только после этого получить щенков. Щенков может быть от одного до нескольких. Но так часто бывает, что некоторые собачки рожают не самостоятельно, а через кесаревое стечение такие породы, как бурдоги, например. Елена Владимировна, мне кажется, что то, что связано с породистыми, у которых есть документы, уже покупают, когда такую собаку идут, уже, соответственно, на все это. Не обязательно. Нет. Берут собачку, породу, но не обязательно занимаются разведением собаки. Но это немного другая тема. Я бы хотела поговорить по поводу налога. Я так понимаю, что все это делается для того, чтобы как раз было меньше бородячих животных. С правильной стороны депутаты заходят или нет? Нет. Бродячих животных увеличится. Любое животное, отдаленно напоминающее какую-то породу, и человек, которому приносят кританцу на тысячу рублей, он скажет, да нафиг она мне нужна, и подопнет ее под улицу, и дверь закроет. Вот и мне это же так кажется. Даже подойдут старые животные, потому что платить будет невыгодно. Пойдут на усыпление животные, которые могли бы жить спокойно, нормального. Почему все считают, что от них можно получать прибыль какую-то? Вот я занимаюсь кинологией, не считаю этого. И то, чтобы что-то получить, нужно очень много вложить. Я, конечно, категорически против этого всего. Если не касаться прибыли. Но вот многие тут еще делают упор на то, что все-таки эти деньги могут пойти в качестве средств на благоустройство территории и так далее. То есть собаки все-таки оставляют свой след, так сказать, в истории. А может быть, это прибыль? У собак есть хозяева, которые этот след могут прибрать. Ну так вот как-то они не прибирают, видимо. И тогда вести штрафы за людьми. Виноваты, это не животные. И начинать это нужно с хозяев. Конкретно, вот именно по уборке территории. Вот это я согласна. Можно брать штрафы. По уборке? За то, что, да, вот, нагадила собачки, не прибрал штраф. Ему дайте, хорошо, и в следующий раз приберет. Будет чистота и порядок. Ну вот, Игорь, мы сегодня с тобой говорили, как замотивировать, чтобы люди убирались своими животными. Ну, мне кажется, это очевидно. Елена Владимировна, у меня вот еще какой вопрос. А может быть, как раз вот этот налог, тысячу рублей, собирали бы и направляли бы на то, чтобы содержать животных, бродящих в питомниках? Это абсурд полнейший, потому что у нас, вот, например, город Киров, у нас нет государственного питомника. Есть несколько, есть один всего лишь частный питомник, где две безумные женщины на свои деньги кормят, устраивают, пристраивают собачек. И есть группа людей, которые подбирают собачек и пристраивают. Есть отлов животных еще? Отлов животных, отлавливают какое-то время с одежды, то есть себя потом, что с этими животными? Отлов животных – это вообще отдельная песня, за которую берутся деньги, и там пущено все на частные лица, поэтому там тоже, вот, в городе Кирове у нас его поставлено, так будем говорить, не очень хорошо. Но вы, я скажу так грубо в теме, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день с бродячими животными что происходит? Их отлавливают, дальше что? То есть вот какая работа ведет? Отлавливают. Их никто не отлавливает. Их пытаются найти добрые люди, ловят, пристраивают по возможности. Не получается. Отпускают дальше бегать. Из-за того, что убрали у нас спецхозяйство, которое регулировало эти все вопросы, мы получили, отдали все в частные руки, мы получили массу проблем. Спасибо вам большое за комментарий. Елена Тропейсникова, директор Киевского областного клуба служебного собаководства. Отлов и как сделать так, чтобы было меньше породячих животных, но это отдельная огромная тема, тем более все, что происходит у нас в Кирове, это нужно говорить не полчаса, и там действительно есть... Давай еще услышим. Слушатели, алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Мария Ивановна. Мария Ивановна. Я вот что хотела узнать. Скажите, а какие породы собак, большие или маленькие будут брать деньги? Все. А? Все. Предполагается, насколько... Все собаки или вот есть маленькие вот бегают? У вас есть собака, да? Да у меня была, он у меня умер два года назад. Большая была собака или маленькая? А? Какая была собака? Пудель. Вот с вас бы тоже брали. А скажите, вы готовы были бы сейчас завести новую собаку, если бы вот этот законопроект стал реальностью? Да я даже сейчас не знаю, понимаете. Вообще-то я люблю собак, но с ними, конечно, очень много... Надо утром... Налог, налог бы вас остановил или нет? Да вообще-то, если им надо было, конечно бы, нет. Нет, все, мы вас услышали. Спасибо большое за звонок. В общем, что говорят депутаты, данный налог покроет затраты на регистрацию собак, это, во-первых, и на содержание мест для прогулок. В Советском Союзе, говорят, такое было, 15 рублей платили за собаку. Платили. Ну что, какой-то итог, не знаю, моя точка зрения, еще раз повторю ее, нужно оснащать животное электронным чипом. Кстати, 25% слушателей наших проголосовали на сайте именно за этот ответ. И еще за три ответа, тоже по 25%, это платить налог, о чем мы сегодня с вами говорим, убирать за своими питомцами на улице, за что я тоже выступаю и согласна с этим абсолютно. И также 25% за ответ регистрируя животное в ветслужбе. 0% платить более большой штраф за избавление от питомца. Убирать за своими питомцами на улице, за этот вариант ответа на странице ВКонтакте проголосовало также большинство, 72%. Я сейчас сижу и подумал, что, в принципе, даже если бы ввели налог на котиков, то у меня есть котик, я бы, наверное, тоже за него платил, хотя из дома его не выпускаю. А что делать? Вот люди тоже нам звонят и говорят, что какой бы налог ни ввели, ну как, ведь я почти кровиночка считаю, член семьи. И ты не сможешь же просто его взять и куда-то деть. А у нас в студии крысы есть, мы бы за нее тоже платили, тоже бы скидывались. Потому что у нас реклама сейчас выйдет на нее. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» Кирове, Светлана Дельна и Грысев. Сегодня мы вместе работаем на Молнисту 1.0 FM на часах 11.35. Я вот просто еще возвращаюсь немножко к минувшей теме нашей. Про собак мы говорили. Мы говорили о том, что любишь ты свое домашнее животное, ну тысячу рублей, две тысячи, ну придется где-то эти деньги отыскать. Потому что все-таки, знаете, это не машина, от которой можно избавиться, чтобы не платить транспортный налог. А это вот твое родное приходит, он хвостом виляет и смотрит на тебя и ждет, пока ты его погладишь. Машина так не сделает. Я к чему? Ну, просто как раз я провожу для себя аналогию. У нас же говорят о том, что будет проезд снова повышаться. Ну, в принципе, ни для кого это не секрет. Традиционно. Да. Суть-то в чем? Я просто начал так себе подумывать, что для меня будет пределом того, чтобы я уже не ездил на этих автобусах. Понятно, что ты любишь велосипеды, в принципе, я тоже их люблю, но сейчас на них ездить, ну, это нужно быть... Знаешь, как я страдаю по этому поводу? Ну, я, собственно, не страдаю, но невозможно. Это все-таки для меня в большей степени. И я подумал, ну, придется ходить пешком, значит. Вот я буду вставать за час. Игорь живет на Юго-Западе. Да, я живу на Юго-Западе. А студия у нас на театральной площади. Да, чтобы вы понимали, что до километров 6-7, наверное, дойти. Я вот каждый раз вот в такие наши нечищенные утра, когда выхожу из автобуса здесь уже неподалеку, даже до работы-то дойти по таким сугробам аналития довольно сложно. Ну, так, как раз с препятствиями. А представить, если ходить целый час. Вот я и подумал, что придется и это платить тоже. Вот какой бы они ни сделали проезд. 35 рублей, 40. Будем платить. А что делать-то? На окна животных будем платить. Значит, мы будем отказываться, там, не знаю, от того, чтобы купить себе репу. Даже репу уже. Или картошки килограмм. Что там у нас сейчас будет стоить тысячу рублей? Да. Ну, знаете, вот реально, что бы ни сделали там в Госдуме, у нас тут ЗАГС-собрание, или еще где-то, выхода нет как будто бы. Придется отдавать им эти деньги свои. Где-то их искать. Ну что, сейчас мы пытаемся дозвониться до директора Центра современного искусства галереи «Прогресс». Дмитрий Шиляев будет сейчас у нас на линии. Расскажет он, что у них происходит. Еще у него была интересная поездка. Ну что, Дмитрий, у нас уже на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, да. Были вы в Москве, да? Мы были в Москве. Прямо по двум позициям. Наталья Вучастова-Владье. Это где представлялись народные разные как бы смыслы, идеи, изделия. Это со всех нашей Родины. Мы там были связкой росписью. Прошло все прекрасно, великолепно. Много друзей, много позитивных откликов. А я ездил в культурный центр «Фабрика», где обсуждали новые решения, оживление городов новыми культурными кодами. То есть, проведение каких-то событий, которые способствовали культурно-образовательным процессам населения. И какие процессы можно ожидать в Кирове? Ну, вот, то, что мы делали, фестиваль современной актуальной культуры, то, что мы вышли из своего двора в парк, я думаю, что этот фестиваль будет ежегодным. И в этом году хотелось бы привести коллектив, обязательно новый, современный, звучащий. И нас не подвела погода, чтобы можно было бы праздник сделать действительно радостным. Потому что в этом еще году нам, конечно, в двое два раза не смог дать ощущение полноценного праздника. Год за литературу еще будет. И мы хотим усиление сделать в этом году на книжные фестивали, которые мы тоже проводили. И в этом году мы хотим сделать, может быть, парочку. Один у себя, один в парке. Я не совсем понимаю. То есть, собираются руководители подобных современных центров современного искусства. Я рассказываю, что происходит у них. Делится. Вот форум в этом заключается или нет? Форум там делен не то, чтобы современное искусство. Там фестиваль урбанистики. То есть, как бы, вот этот дизайн УКЕН, который мы проводили несколько лет, два года подряд, и в этом году он будет тоже эксперт. То есть, есть федеральный эксперт Свят Муранов. И он собрал людей, активных мыслящих, которые меняют культурную среду каждого у себя. Там, допустим, из набережных Челнов, Ферс-Королла, там, Казань, Москва, Петербург. И люди, кто что-то действительно делает, и их, как бы, логистика работает в плюс, они приезжали и делились личным опытом. Интересно же у кого-то поучиться. Что у кого получается, допустим, в том же набережных Челнах. Ну вот и что можете отметить? Что где интересного происходит? Ну, я познакомился с прекрасным художником в набережных Челнах. Ему порядка 60 лет. Он заслуженный художник в республике Татарстан очень ясно, современно мыслит. Необходимо просто срочно привезти его и показать нашему молодому художнику. Он будет являться хорошим примером, вдохновением для дальнейшего творчества и открытия каких-то новых горизонтов для реализации своих идей. Ну, выставка-выставка, проекты, может быть, на что вас еще форум вдохновил? Форум вдохновил, мы говорили об этом еще полгода назад, Свет Муронов предложил как бы сделать... Вот есть гражданский форум, мы хотим сделать форум сообществ. Для чего это нужно государству? А для того, чтобы выявить интересных, активно мыслящих людей. Вот вы, Светлана, делаете с друзьями, союзниками проект велосипедизации. Велосипедизация, да, я боюсь ошибиться. Ребята в этом году совместно с нами делали дизайн сообщества, наконец-то в Кирове появилось. Что они могут делать? Они могут для города делать какие-то решения, новые, которые будут интересны людям, живущим в нашем городе. То есть форум... В чем идея-то? В том, чтобы нас всех объединить, людей, которые что-то делают? Как? А форум, а смысл объединить? Нет, не совсем. Нас-то понятно объединить. Мы друг друга, в принципе, там... И так знаем. Большинство знаем друг друга. Форум состоит в том, чтобы объединить власть, бизнес и сообщество. То есть гражданский форум, это одна как бы всего лишь составляющая, одна параллель как бы движения гражданского общества. Есть сообщества, которые готовы выйти в город и взаимодействовать с бизнесом и с властью для их же блага. Вот, допустим, наша площадка на примере, я просто объясню, галерея прогресса. Мы что-то ведь за 3,5 года сделали интересное в нашем городе, да? И мы смогли... Власть пошла у нас на встречу, мы какие-то выиграем там гранды иногда и с городом, и с областной администрацией, и реализуем интересные проекты. Привозим, допустим, специалистов из Москвы, из Петербурга, иногда из-за границы, которые делятся опытом. И с этого опыта люди могут шагнуть дальше. Там реализация каких-то интересных идей. Для того, чтобы менять, допустим, тот же Парк Аполло, то, что вы в этом году делали, то, что мы в этом году делаем. Это же интересно. И люди дают отклик об этом, что спасибо, что вы это сделали. Вам не кажется, что гражданский форум, это, в принципе, там эти же вопросы тоже так или иначе, но они поднимаются? Или просто можно рассматривать и шире на форуме? Они вот эти не входят. Я все-таки, лично я сторонник живой сферы, которая не идет сверху, которая идет снизу. По сути, так получилось. Я вижу, что на сегодняшний день нельзя забывать про эту форуму, потому что она действительно может много хорошего сделать для нашей области. Если нужно подключать и тот ресурс, который идет сверху, и тот ресурс, который идет снизу. Когда они встретятся, вот тогда будет все происходить быстрее, и благо, пользы будет для всех гораздо больше, чем мы имеем. Потому что можно, конечно, сверху идти очень долго и это все. А если мы подключим это сообщество, которое уже что-то делает, вот те же дизайнеры, они же могут делать интересную реализацию дизайн-проектов для города. Дмитрий, ну вот вы говорите о том, что есть уже сообщества, которые каким-то образом себя проявили, то есть есть какая-то коллаборация, а те, кто еще нет, они не знают, может быть, куда податься. А это второй момент. Я так понимаю, что вот для этого... Как раз, извините, что я перебиваю, мы встречаемся все, кто друг друга знает, и этот же форум, он подтягивает тех, кого мы не знаем. Вот я про это и спрашиваю. Поверьте моему опыту о том, что у нас много интересных, гениальных людей в области. Вот таких людей, таких сообществ в Кирове, я так понимаю, тоже еще хватает, которых вы не знаете. Хватает. К нам приходят художники, вот в последнее время как бы стали приходить художники, откуда они берутся, неизвестны, как бы, но они уникальны в своем роде, как бы, и есть очень сильные проекты, которые можно показывать людям, и, не знаю, не только здесь, конечно, в Кирове, в Москве, в Петербурге и так далее. Ну, то есть, главным итогом этого форума, промежуточными какими-то итогами, ну, маленькими шагами, что должно быть в итоге? Ну, если философски об этом рассуждать, то по итогу, то есть мы, если хотим что-то в город сделать интереснее, более красивым, более цивилизованным, мы должны участвовать в этом сами. Для того, чтобы это сделать, вот одна из форм, как бы, допустим, для быстрой реализации, это форма сообщества, который выявит, усилит уже проверенных, и выявит новых, их объединить, и мы подскажем, каким образом можно на сегодняшний день, допустим, взаимодействовать с бизнесом и с властью. Подскажем. Вот с властью сегодня можно взаимодействовать, с бизнесом гораздо сложнее, как бы. Ну, чем нас будет больше, тем быстрее мы сможем сделать наш город культурным, интересным. Дмитрий, ваша мысль ясна. Последнее, что у вас хочу спросить, галерея прогресса, что сейчас интересного? Я, ну вот я эту выставку очень долго ждал, я абсолютно говорю правду, она про балет. То есть это Московский дом, музей фотографии, лучшие фотографы мира, снимали лучших балетов всего мира, и балет — это прекрасный вид искусства, которым можно прикоснуться, не выезжая ни в Москву, ни так далее, ни в другие зарубежные столицы, просто окунуться в среду. И выставка это ощущение дает, она меняет внутреннее состояние и внешнее, и людей. Да, выставка продлится до 17 февраля, так что, слушатели, будет время, загляните в галерею прогресса. Я еще хотел сказать маленький момент, там у нас будет спектакль детский, обязательно приходите, его как бы стартаповый проект будет в конце декабря, по-моему, 29-го, и там абсолютно новая форма как бы создания его, исполнения этого спектакля, деньги пойдут для детей слабовидящих. Да, мы об этом будем еще говорить в эфире, спасибо вам большое, Дмитрий Шеляев, руководитель Центра современного искусства галереи прогресса, сейчас у нас новости в студии уже Ольга Болезина, потом математическая программа, потом мы с Игорем Вновь вернемся.